Дорогие наши медицинские работники, в эти праздничные дни вы находитесь в самой гуще событий на передовой. Милая, прекрасная, любимая. В день 8 марта каждая женщина слышит эти и другие приятные слова в свой адрес. Медицинские работники, как известно, в большинстве своем представительницы прекрасного пола. Именно для них в праздничный день сотрудниками Дворца культуры Городовидное был организован флешмоб. Эта идея больше идет от самих ребят и самого ансамбля, которые обратились и в администрацию, и к нам, для того, чтобы таким образом поздравить всех сотрудников, женщин, медиков, в том числе и пациентов, осознавая то, что медики делают достаточно много для того, чтобы сохранить и спасти жизнь родным и близким наших звезд, артистов. Несмотря на промозглую мартовскую погоду, на сцене, предоставленной Дворцом Спортовидное, было оживленно. Артисты танцевально-спортивного клуба «Звездный вальс» и не к такому привыкшие радовались возможности отблагодарить медиков за их нелегкий труд. Как только начали танцевать, сразу холодно, как не бывало. Настроение тоже очень хорошее. Приятно видеть реакцию врачей. Очень прикольно танцевать. А видели реакцию? Успевали посмотреть? Да, успевали. Что видели-то? Они хлопали, снимали. Женщин в белых халатах со сцены поздравила заместитель главы администрации Ленинского городского округа Татьяна Квасникова. От всего сердца и с большой любовью и благодарностью мы поздравляем вас с весной. Мы желаем вам здоровья. Все, кто в этих стенах сегодня спасаются от этого ковида, будьте здоровы. С большой благодарностью. Примите, пожалуйста, от нас это поздравление. Изюминкой торжества стало выступление танцевальной группы в СИЗАХ. Таким образом ребята смогли понять, что чувствуют врачи, проводя целую смену в спецкостюмах. Когда ты в куртке ревентируешь, ты ничего сделать не можешь. А вообще, как считаете, врачам удобно в каком виде работать? Насколько? Очень непривычно. Но это же первый раз, когда мы в этой одежде. Это очень хорошее впечатление, особенно об этом танце. Участники флешмоба, конечно, не смогли из рук в руки передать приготовленные женщинам-медикам букеты цветов. За них это сделал главный врач больницы Бутай Бутаев. 60 работниц многопрофильного коронавирусного стационара получили в подарок цветы. Хочется, чтобы вы всегда, где бы ни находились, в какой бы ситуации ни находились, чтобы всегда остались такими же красивыми, яркими, ответственными и женственными. Свою порцию добрых слов и букетики тюльпанов получили и пациентки в РКБ, которых в настоящее время в красной зоне порядка 150 человек. Видновская больница все еще остается в статусе коронавирусной, хотя число пациентов постепенно снижается. И самым лучшим пожеланием видновским врачам будет пожелание поскорее победить COVID-19. Спасибо, врачам!